Здравствуйте, дорогие друзья! Приношу глубочайшие извинения свои за то, что очень долго не было фильмов. Причина была чисто техническая. Накрылась у меня одна видеокарта. Пришлось ее немножко подремонтировать. Поработала немного, опять накрылась. Ну и до тех пор, пока я не поставил старушку 10-летней давности, вернее даже не 10-летней, а 15-летней давности, 8800GTS, вот NVIDIA. Ну, зорим пополам, как-то я здесь могу работать, но не знаю, как обработаю видео. Ну и опять же, более таких интересных заказов, как говорится, не было, чтобы было что-то новенькое. За исключением, вот был заказ в Канаду, где мне пришлось ему изготавливать Джорджу вот такие стримерочки, такие, которые достаточно хорошо работают. Ну и вот такой бюджетный вариант. Это из числа моих тоже стареньких, где я из меха делал. Можно из ниток, из меха, с чего угодно. Маленького малька. Ну и ныряющий вот такой вот у нас попер. Это вот сейчас у меня такой же был почти заказ Владимиру на Закарпатье. Это в тот же почти регион Ярославу. Что хотел бы я сказать? Ряд вопросов, которые вы мне задавали после опубликования фотографий. Вот я сейчас опять постараюсь вам показать. Выключу свет. Затемню. Хорошо. И отсюда. Ну и теперь, как вы видите, вот они все буквально горят. Так же вот, как и на этих вот видно брюшко, прочее, то есть все хорошо в ультрафиолете просто светятся. Неоднократно говорят, мол, и пишут с издевкой, что рыба с фонариком плавает. Ребят, кто в школу плохо ходит, вернее, ходит, но буквально не читает, а курит, у того и будут вот такие дебилоидные вопросы. Ультрафиолет проникает значительно дальше, чем протекает волна видимого спектра света. Поэтому вот все это на определенной глубине более 10-12 метров очень привлекательная приманка для рыбы. Да и в пасмурную погоду тоже. Значит, особенность я хотел бы здесь, что фильм будет короткий, в принципе-то, как говорится, небольшой вот такой вот обзор будет. Значит, здесь с этими приманками я уже, они, как говорится, стали вот универсальны для большинства рыбаков не только на Украине, но я вязал и в Москву, в Питер. Вот такие тоже хорошо работают, в Пермь. Вот. Но за последнее время вот мне попросили связать, опять же, из числа забытого, как вы видите, здесь присутствуют вот такие вот крылышки, которые из целлюлозного пакета или же можно из упаковки от сигарет сделать, проблем не составляет. Изготавливается буквально там, ну, если долго не разговаривать, а вязать, то можно ее спокойно за 10 минут изготовить. Больше идет подготовительная работа, как и лапки и, допустим, сам хвостик. Ну, и опять же, вот этот такой большой муравей, он очень большой, то есть, в природе он несколько меньше, но я попросили меня именно вот такой величины сделать, чтобы была 2,5-3 сантиметра величина приманки и достаточно хорошо работает даже вот желтыми, не с родными белыми крылышками. Это когда вылет идет в муравьев, тогда достаточно уловисто, да и так тоже ловит галавль, спокойно не пропускает. Ну, а со стримерами все понятно. Этот вот малек, это из числа моих, наверное, десятилетней давности, когда я и с пряжи делал, и с разных ниток ковровых, то есть, изготавливается очень просто и быстро, но эти несколько сложнее. Это у нас щука, это у нас судак, ну, дело в том, что здесь тоже судак будет реагировать. На что я хотел бы вот отвлечься и рассказать еще немножечко, так как вы задавали мне вопросы, вот много, большинство, как говорится, у женщин есть вот такие вот пинцетики в разных наборах их косметических для выщипывания, понятное дело, брови. Как вы видите, уже если здесь подработать немножечко на кругу наждачном, можно спокойненько изготавливать шаблон для изготовления вот этих крылышек. Я уже писал и отвечал, у меня есть фильм, где я с обыкновенной жестяной банки изготавливал формочку очень простую и быструю для изготовления вот таких вот крылышек. Но здесь ситуация складывается так, что для того, чтобы крылышки были более-менее крепкие и рыба их не растрепала очень быстро, я их прежде, чем обжигать по форме, я беру и слегка вот потер, сделал их достаточно скомканном варианте. Тогда получается и текстура вроде бы как наблюдается. Ну и опять же вы скажете, что можно спокойно купить в интернет-магазине уже готовые крылышки, хоть для ручейника, хоть для веснянки, хоть для стрекоз. Друзья мои, это право каждого. Но я вам говорю, у меня правило, если я это могу изготовить, значит, я это изготовлю. Поэтому пусть это немножко жалкое подобие, не так, как, допустим, в интернет-магазинах, хотя я спокойно могу сесть, мне принтер лазерный мой позволяет отпечатать такие же крылышки, но я их не делаю, потому что формат печати и зачастую вот у меня величина приманок так сильно меняется, что подобрать как-то крылышко, чтобы работало на это, а печатать надо целый лист. Поэтому в принципе-то я благодарен вам за те вопросы, которые вы задавали. Самый основной еще такой вот вопрос это по поводу пера. Я заканчиваю уже, как говорится, вернее, закончена почти пятая книга по перу, работаю над шестой книгой, может в ближайшее время тоже будет закончена, если спонсоры немножко помогут, то в ближайшее время отпечатаем эти все книги. Так вот, в пятой книге я рассказывал про перо, и это будет своего рода как дополнение. Вот у меня был здесь мой домашний петух, я часть у него, как говорится, здесь срезал, вот, а все вот такое перо, как вы вот видите, здесь под, на груди, абсолютно на спине, на груди, как раз хорошо подходит для изготовления вот у таких вот наших всех мокрых нимфочек, мушек, как угодно. Очень хорошо в работе, можно подобрать разную величину пера, и не надо нам подбирать здесь куропатку, или искать перепелку, то есть все спокойно можно договориться, и, как говорится, приобрести где-то двух-трех годовалого пера. Ой, петуха, перо, как говорится, у меня петух двухгодовалый, но несмотря, вернее, почти трехгодовалый, но несмотря на это, достаточно вот хорошее перо, которое будет годиться мне и для стримеров, я, кстати, вот с него и делал стримера, также, вот, видите, вот, хорошие, красивые, вот такие перышки, которые будут силуэт обозначать моего стримера. Поэтому пробовать можно по-разному, и здесь, как вы видите, если вот я вот так поверну профиль, то перо имеет достаточную вроде бы эластичность и в то же время как бы мягкое. Здесь крючок у меня используется номер шесть, самый крупный, это из серии граб шримп, ну, приблизительно вот как почти такой же крючок, как вот фирмы Марута, это вот двенадцатый номер, здесь вот он у меня тоже присутствует вот в двенадцатом номере, поэтому и здесь двенадцатый и здесь, то есть очень-очень хорошо подобрать перо с домашнего петуха, не заморачиваться для вот опушки, наших приманочек. Цвета, как вы видите, самые рабочие, но еще, как говорится, это я с Ярославом потом решу, я бы, конечно, еще добавил здесь кофейный цвет и немножечко попробовал бы поэкспериментировать с черным, то есть такие чисто вот цвета тоже иногда работают в определенных условиях освещения, ну а это вот оранжевое, которое вы видите, вот начиная от красного, оранжевый и аж до светлой морковки, это как бы своего рода провокаторы, которые работают все время. Все нимфы огружены помимо латунных головок, еще огружены свинцом, ну по мере возможности, потому что на двенадцатом крючке, сами понимаете, там помимо бусинки огрузить, и чтобы была пропорция тела, вот как на этих, очень-очень тяжело. Ну а так в принципе-то я коротко вам рассказал, приманки достаточно, вот честно вам скажу, универсальные, начиная вот, можно не обязательно вот для средней полосы России, или допустим вот определенной части Украины, где юго-восток Украины, где более мелкие такие реки, я не беру Днепр, там конечно глубины конкретные, а так как вот у меня до трех метров, то можно спокойненько начинать вязать на восьмом номере, и заканчивая обязательно, это вот двенадцатый номер, двенадцатый номер, вот самый мелкий, это вот получается вот такой, чтоб вы видели, ну его габариты сложно сейчас положить, ну где-то около десяти миллиметров, десять-одиннадцать миллиметров, на нее спокойно можно ловить у дна или в толк, вернее, давайте так, в толще воды и на поверхности можно спокойно ловить красноперку, плотву в толще воды, ну а при достижении дна понятное дело, что карась ее точно так же, как и если есть карп, он ее не пропускает, ну вот в принципе это все, что я вам хотел бегло так рассказать, если будут у вас вопросы, пишите, я постараюсь в ближайшее время решить вопрос с видеокартой, вроде бы получается как бы со спонсорами решу вопрос и фильмы будут несколько чаще выходить, так что благодарю вас за внимание, пишите на почту, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. дороже. Рецепт Рецепт Рецепт